Я приветствую всех на своем канале, и в этом видео я бы очень хотела сказать вам, что мы едем в захватывающее путешествие по израильской-палестинским территориям. Но, к сожалению, все очень банально. У нас сломалась хлопушка для выбивания подушек, и еще не хватает пару вещей для по хозяйству, и мы решили самое время выбраться в славный город Бартаа, чтобы затариться вещами для души, для тела, для сада, огорода. Бартаа – это арабское поселение, которое по политическому стечению обстоятельств оказалось разделенной на палестинскую территорию и израильскую территорию внутри одного города, и физической границы как таковой нет. Граница проходит условно по одной из улиц в середине города. То есть часть жителей этого города имеют израильские паспорта и все блага цивилизации, которые предоставляет им Израиль, другая же часть палестинцы не обладают всеми привилегиями. И в этом есть огромное преимущество. Из-за того, что палестинцы освобождаются от выплаты налога Израилю на товары, здесь все дешево. Отсутствие стены как таковой физической границы позволяет израильским жителям въезжать на территорию Бартаа и затариваться разными вещами, продуктами втри дешево. Однако и здесь нужно знать, где покупать. Не все места одинаково полезны и вполне возможно, не исключено, что какой-нибудь предприниматель может завысить цену на продукты лицу еврейской наружности. Хотя цена может в разы быть ниже, чем на израильской территории. Поэтому евреи сюда будут приезжать еще много-много раз. Восток дело тонкое. Идеально, если у вас завяжутся какие-то дружеские отношения с продавцом и вам будут в последующем делать большие скидки на и так уже дешевый товар. Особенно это выгодно в цветниках, то есть в питомниках цветов и растений. Наверное, выгоднее место не найти покупать разные саженцы. И увидев ваше лицо несколько раз, продавец будет делать большие скидки, что очень-очень выгодно. Сегодня выходной, шаббат. И практически нету мест, чтобы оставить машину, поэтому мы припарковались подальше от эпицентра. И решили пройтись по улочкам пешком, чтобы показать вам воздух города. Послушать звуки настоящего восточного рынка. Торговые точки здесь не отличаются особым шиком. Бутиков вы здесь точно не найдете. Однако, что точные можно найти, так это товары достаточно хорошего качества. Например, текстиль. Очень много текстиля из Турции, из Индии, из Пакистана. Например, домборы постельного белья. Если на территории Израиля в среднем цена на них около 400-500 шекелей, здесь можно найти набор за 80 шекелей, за 100 шекелей максимум. Есть места, в которых не соблюдается вообще никаких санитарных норм, поэтому от них нужно держаться подальше. Правила дорожного движения здесь, конечно, соблюдают, хоть и незаметно, но здесь нету системы наказания за неправильную парковку, скажем. Машину можно оставить где угодно, только руководствуясь своим здравым смыслом и добросовестностью. Мы продолжаем свое движение. Вообще, ходить здесь никакого удовольствия. Солнце над головой, запахи самые разнообразные со всех сторон. Могут быть очень вкусные, запахи специй, кофе или каких-нибудь фруктов. Тут же может быть запах какой-нибудь разлагающейся туши барана. Ужас, ужас. Весь город Барта представляет собой хитросплетение, лабиринт из маленьких улочек, торговых рядов. Ходить здесь нужно очень аккуратно, того и гляди на вас наедет машина. Ну и чтобы праздно не бродить, мы зашли в одну из лавку с игрушками. В таких магазинах обычно мы покупаем разные маленькие игрушки или сувениры для детей в детский сад. Очень удивил меня арсенал оружия, который выглядит очень правдоподобно. Надо сказать, что на территории Израиля, в арабских городах, по крайней мере в нашем, в детских садах такие имитаторы запрещены. У меня всегда сердце кровью обливается проходить мимо. На этих клеток. итак мы провели добрых три часа в барта мы были на палестинских территориях но также можно было увидеть машины с израильскими номерами просто потому что сейчас шаббат и очень много людей приходит сюда за покупками за одеждой за текстилем не думаю что кто-то покупает здесь еду потому что вы видели какие условия и где она продается только разве что консервированные какие-то вещи закрытые мясо здесь покупать конечно же ты не рискнешь и мы провели здесь достаточно долго времени нам пришлось оставить машину где-то в начале города самим пешком проходить через все эти дебри и ужасы и запахи и людей пот и слезы под жарким солнцем хоть и сегодня не самая жаркая погода мы искали некоторые текстильные вещи что-то для хозяйства для сада огорода такие пластиковые вещи одноразовые вещи очень здесь идут вход они здесь все дешево какие-то игрушки подарки детям всегда здесь очень дешево это покупать поэтому мы приезжаем сюда тем более здесь не так далеко для нас и вот пока мы покидаем этот сказочный город сегодня вечером к нам придут гости мы будем делать моща уй будем делать барбекю жарить мясо к нам придут дети и устроим небольшой праздник с музыкой для детей для этого мы приезжали покупать подарки покажу вам некоторые кадры этого события так вот мы делали гамбургеры на столе все то что хорошо идет к мясу это салат турки тхина хумус соленья огурчики обычный салат джорджир мой любимый наверно единственное что я ем последние дни чипсы или картофель фри для детей мясо наши гости принесли салат своего приготовления по сути это табули то есть мелко порубленная зелень с фрики и карамелизированными орехами очень вкусно ну вот и все я надеюсь вам понравилось это видео вы почувствовали на себе дуновение этого арабского мира непривычного но довольно колоритного я благодарю вас за просмотр обязательно подписывайтесь на мой канал до встречи и всем пока